Побывав почти на всех лыжных курортах в Украине, мы решили посетить лыжный курорт Закопани, который находится в Польше. Прямых рейсов в Закопани нет. Удобнее всего туда добираться из Кракова, поэтому мы решили провести несколько дней в Кракове. Вавельский замок Краков – город, занесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, в котором можно отлично провести время и насладиться прекрасной архитектурой небольшого европейского городка. Субтитры создавал Dimae, Поехали! 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 В первый день пребывания в Закопане мы познакомились с местной инфраструктурой и составили план посещения горнолыжных комплексов, которых насчитывается более 10 локаций. Итак, на второй день мы отправились к горнолыжному комплексу Поляна Шимашкова. Он состоит из нескольких трасс разной сложности с перепадом высот до 280 метров. Есть два кресельных подъемника, двухместный и шестиместный. Трассы для начинающих и опытных лыжников. Протяженность подъемников 1500 и 400 метров. Продолжение следует... Продолжение следует... с открытием лыжного сезона. Более. Ай, я. На третий день мы поехали на горнолыжный комплекс Каспровый верх. Канатная подвесная дорога была проведена здесь в 1936 году и считается старейшей в Европе. В район вершины ведут три канатные дороги. Трасса очень сложная, поэтому мы решили просто полюбоваться прекрасным видом на Татры. А вид с вершины действительно завораживающий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова ПОЛЕЩИЯ ПОЛЕЩИЯ Сколько я раздевелся, дай, может, поразу за кордон больше с ночи. Продолжение следует... Общая продолжительность трасс – 17 километров. Склоны хорошие, рассчитаны на средний уровень катания. Все склоны горнолыжного курорта имеют систему искусственного оснижения и вечернее освещение для ночного катания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...